Всем привет! Меня зовут Камила. Я из компании Skillville. Сегодня я буду рассказывать про создание продукта от идеи до реализации. Чуть позже к нам присоединится моя коллега Сабина и расскажет о трудностях в проекте и об основных задачах Project Manager. Ну что, поехали? Давайте рассмотрим нашу адженду. Самое первое – мы познакомимся с кейсом. Далее мы разберем роли в проекте. Следующее – узнаем, что такое MVP и что с ним делать. Далее мы посмотрим, что же может пойти не так, и завершим мы все это циклом разработки. Самое первое – давайте представим кейс, что к нам пришел новый клиент – Андрей. У него есть инновационная идея – он хочет построить детскую площадку. Его случай – это стартап-проект. У Андрея нет технического бэкграунда и ему нужна наша максимальная помощь. С чего же мы начинаем? Мы знакомимся с ролями. Все начинается с клиента, который коммуницирует либо напрямую с Project Manager, либо через Product Manager. Далее Project Manager связывает и передает информацию командам разработки, UI UX дизайнеру, бизнес-аналитику, и QA инженера. Данные схемы неоднозначны. Каждый проект индивидуальный. В некоторых проектах нужно большее количество людей, некоторым меньшее. Но давайте помнить, один человек не равно одна роль. Что же это значит? Один человек может обладать ответственностью нескольких ролей. Давайте вернемся к нашему клиенту Андрею. Мы уже познакомили его с командой и ролями в проекте, и ему уже не терпится начать работу. Как это часто бывает, Андрей обладает ограниченными ресурсами и хочет, чтобы проект был завершен за три месяца. Мы ему предлагаем создать MVP проекта. Что же такое MVP? MVP – это минимально жизнеспособный продукт. Он нужен для того, чтобы понять, нужно ли кому-либо то, что вы делаете, кому именно это нужно, как этим будут пользоваться, готовы ли люди платить за это и успешны ли это финансовые решения. Посмотрите на этот мем «Твое лицо, когда не попал в целевую аудиторию». Давайте постараемся избежать этого. Создание MVP позволяет протестировать продукт на практике и проанализировать результаты. Это выгодно, когда вы запускаете стартап и хотите понять, в какую сторону лучше развиваться – намеренно снизить затраты или неуверенно в эффективности бизнес-идеи. Допустим, наш клиент Андрей разобрался, что в качестве MVP ему важно сделать качели. Ведь это нужно протестировать, эффективна ли эта идея. Андрей начинает рассказывать, каким он видит MVP. Project, Product Manager при этом документирует требования, однако мы можем столкнуться с ситуацией и частой проблемой. Это не совпадение Product Vision. Давайте рассмотрим данный пример. Андрей видит одно, а Project Manager совершенно другое. И чем больше участников процесса, тем больше будут различия. Как мы здесь можем увидеть, дальше может быть и хуже. Ведь информация продолжит расходиться, как глухой телефон. И в конце концов аудитория получает совершенно не то, что нужно. Чтобы предотвратить несовпадение ожиданий и реальности, важно четко понимать жизненный цикл проекта и какие шаги нужно предпринимать на каждом этапе. А об этом чуть подробнее далее. Давайте подробнее разберем цикл развития проекта. Самое первое – это инициация. Далее мы переходим к планированию. Следующее для нас – это исполнение. Далее мы переходим к контролю, и он проходит на каждом этапе. И завершение. Как может проект завершиться, так и перейти на следующую версию. И поддержка. Это опционально. Давайте подробнее разберем каждый этап. Начнем мы с инициации. Клиент приходит к сейлс и может инициироваться тест-таск. Однако это не обязательно. Из чего может состоять тест-таск? Это обычно одна где-то три недели небольшого задания, в которой команда должна показать, как работает и какие результаты может дать. Далее клиент заключает agreement signing, то есть заключение договора. Project Manager при этом начинает документировать требования. На следующем этапе мы переходим к планированию. Здесь и начинается основной мозговой штурм. Самая классная и самая драйвовая часть работы. Здесь вовлечены бывают в принципе все. Owner, Client, Project Manager, Product Manager, Business Analytics и Development Team. Нужно понимать, что все эти лица должны быть как единый организм, следовать одной общей цели. Для этого нужно выстроить правильную коммуникацию, создать team agreements и в случае недопонимания и конфликтов решать нужных сразу, а не копить до ретроспективы. Самое главное всем это быть open-minded. Ребята, также следует запомнить, важное в этом этапе это документирование всех договоренностей и брейнсторминга. Можно документировать, например, в Confluence, можно в Google Docs, Notion, Basecamp. И, конечно же, запомните, мы обязательно записываем все звонки, будь это Zoom, Teams или Google Meet. Перейдем далее. О чем продуктовая команда должна подумать на этапе планирования? Самое первое, нужно определить проблему пользователя. В чем же будет ценность создаваемого продукта для самих пользователей? Далее нужно изучить конкурентов. Чем они отличаются? На каких платформах они обычно базируются? Можно пойти далее и даже изучить обратную связь от пользователей, конкурентов. И в социальных сетях немного можно порыскать. Следующее мы переходим к слот-анализу. Нужно определить сильные и слабые стороны продукта, потенциальные возможности и угрозы. Используйте результаты анализа для составления стратегии развития продукта. Следующее четвертое для нас это Customer Journey. Сделать простым и понятным путь, который проходит пользователь при взаимодействии с продуктом. На этот этап круто было подключить всех, рассмотреть Figma прототипы. И чем больше тестовых пользователей, тем лучше можно понять, как они будут пользоваться сайтом либо приложением. Следующий этап это пятый. Продуктовая команда здесь определяет, какую методологию хотят использовать. Lean, Scrum, Kanban. В зависимости от проекта. И шестое. Нужно выбрать метрики для отслеживания успеха. Как мы поймем, что мы добились успеха? Это важно обговорить с клиентом и задокументировать. После того, как все требования были задокументированы, MVP согласован, начинается исполнение. UI и UX дизайнеры подготавливают дизайны, получают графические макеты, визуальные формы, разрабатываются интерфейсы. Product Manager в это же время начинает готовить для нас User Story. Выстраивает бизнес требования. Ну и, конечно же, следующие приоритеты. Project Manager на этом этапе занимается распределением User Story по задачам, постановкам целей спринта и выбором действий для их реализации. Распределяет имеющиеся ресурсы. Команды разработки. Наши герои. Этот этап подразумевает реализацию идей заказчика, уже оформленных в практические шаги. Написание кода в случае надобности, поддержки и интеграции в старый код. QA-инженеры. Наши специалисты по тестированию выполняют различные виды тестирования. Модульные, интеграционные тестирования и другие виды, в зависимости от цели. Эта категория специалистов должна прийти к конечному выводу, что в продукте нет багов, нет ошибок и он готов к релизу. Давайте войдем далее. К контролю. Все вовлечены в контроль. Давайте рассмотрим, как Project Manager помогает координировать работу. Мы проводим ежедневные звонки. Daily, Stand-up, DevHuddle, как хотите, так и называйте. Мы проверяем актуальность задачи TASAC. Мы проводим звонки с клиентами. Раз в две недели Project Manager проводит спринт, демо и обязательно, ребята, интерспективу. Как наша команда разработки следит за качеством? Конечно же, ежедневно проводится код-ревью, как self, так и peer. Разрабатываются технические таски, обязательные встречи с командой, чтобы найти лучшие выходы и обучение. QA-команда. Они наши герои. Они помогают за качеством ежедневно. Могут использовать различные способы тестирования, как я уже говорила, модульные, интеграционные, функциональные и приемочные. После этого этапа мы переходим к завершению. Каждый проект цикличен, и когда-нибудь он подходит к концу. Либо к новому началу. Как я говорила и ранее, проект может завершиться, перейти на техподдержку или начать новый цикл. Давайте рассмотрим, что мы должны делать при завершении. Что же делает девелопмент-команда? Первое. Мы сдаем релиз клиенту. Проводим финальное и крутое демо. Далее мы просим клиента провести финальное тестирование. В случае полноценного завершения проекта мы передаем кодовую базу, доступы к сервисам и алертам клиенту. В случае техподдержки мы выстраиваем сервисы и договоренности для поддержки. Что делает Owner и его команда? Она принимает работу, она перенимает доступ, обязательно отправляет на тестирование пользователям, возможно заключает контракт на поддержку, либо начинает новый цикл разработки. Давайте вернемся к Андрею, к нашему герою. Андрей успешно завершил MVP и построил свою качелю. Ребятам целевой аудитории это понравилось, и он решил начать новый цикл разработки, построить уже другие виды качель. Мы очень рады за него. И, конечно, спасибо вам, ребята, за ваше внимание. С вами была Камила, и до новых встреч. Всем привет! Меня зовут Сабина. Я project manager из компании ScaleVille. В прошлом выпуске Камила рассказала вам о жизненном цикле проекта. А сегодня мы с вами разберем основные трудности project manager и разберем пару инструментов помощников. Итак, с какими же трудностями может столкнуться project manager в повседневной работе? Начнем с того, что трудности могут быть абсолютно разного характера. Мы разберем наиболее встречающиеся. Первое, это что команда отстает по срокам. Типичная ситуация во многих проектах. Второе, когда клиент начинает выходить за рамки MVP. Нет четкой конечной цели. Очень сложно работать просто в проекте как исполнитель, не зная конечной точки, куда ты идешь. Более того, для построения правильной архитектуры приложения разработчикам нужно быть всегда на шаг впереди. И знать, что такое этот продукт и из чего он состоит. Следующее, это когда нет синхронизации с клиентом. Частая ошибка начинающих менеджеров. Пятое, не соблюдается баланс между разработкой новых фичей и задачами. И, конечно же, что если в проекте нет ни аналитиков, ни UI UX экспертов. Всегда обговаривайте все роли на берегу. Также может быть, что у команды низкая мотивация. Если ваша команда выбилась из сил, о какой скорости и заинтересованности может идти речь. Ну что же, помочь решить эти проблемы поможет правильная настройка процесса в команде. Давайте разберем основные рекомендации. Если следовать этой квинтэссенции, то это поможет избавиться от большинства трудностей, которые были приведены ранее. И также, первое, разработка USM или Roadmap поможет быть на одной волне с клиентом. Второе, это планинги и демо. Не пренебрегайте такими важными церемониями, как спринт-планинги, ретроспективы, демо и другие важные церемонии. Правильно и хорошо спланированный спринт, это уже часть успеха. Третье, синхронизация с клиентом, а также прозрачность внутри вашей команды. Выстраивайте всегда с клиентом эффективную коммуникацию. Чем меньше находится в неведении ваш клиент, тем лучше для всех, поверьте. Также важная часть, это держать в курсе вашу команду разработки, а оповещать ее о всех изменениях, происходящих в проекте. Ну и конечно же, отслеживайте изменения в проекте. Следование этим рекомендациям, это неоднократное действие. Я бы назвала их правилами, которые должны соблюдаться на регулярной основе. Вывод. Одно из самых важных в работе Project Manager, это работа с ожиданиями. Клиент, команда разработки и вы должны обладать полной информацией, знать, какие цели перед вами поставлены и на каком этапе сейчас находится разработка. Дальше разберем два важных инструмента синхронизации с клиентом. Roadmap и USM. Первое, это User Story Mapping, USM. Это инструмент целостного проектирования продукта на основе пользовательского пути. Для чего же применяется USM? Первое, конечно же, это проектирование пользовательского опыта в продукте. Второе, для определения четких границ MVP и планирования релизов на его базе. Ну и, конечно же, для формирования единого понимания пользователя у команды разработки и заинтересованных лиц. Идем дальше. Как же построить User Story Mapping? Что вам для этого нужно? Конечно же, это инструмент визуализации. Это может быть все, что угодно. Стикеры, маркеры. Либо электронные инструменты, вроде мира или фигма. Возможно, встроенные расширения ваших таз-трекеров. Второй момент. Это владелец продукта, а также команда разработки. Сюда могут входить и бизнес-аналитики, и UI UX-эксперты, и продукт-менеджеры. Все заинтересованные лица. Третье. Это представление о пользовательском сценарии. Возможно, ваш бизнес-аналитик уже подготовил сформированные User Story. Они будут очень здесь полезны. А также нужно иметь свободных 1-2 часа на подробную проработку User Story Mapping. Итак, главная наша здесь задача, это спроектировать по шагам действия пользователя в продукте на основе его реального сценария. Давайте разберем, как мы можем построить USM. Первое, что нужно сделать, это рассказать историю клиента по шагам. Здесь на слайде отображен пользовательский сценарий в интернет-магазине. Мы видим, что можно найти товар, можно просмотреть описание, просмотреть фото, добавить его в корзину, оплатить и так далее. Мы подробно расписали пользовательский сценарий. На втором шаге мы группируем конкретные блоки из этого сценария в определенные этапы. Например, смотреть фото и смотреть описание мы можем объединить в отдельный этап. Это информация о товаре. Соответственно, мы делим так все наши User Story на конкретные этапы. Далее мы расписываем и дополняем каждый этап фичами. Здесь как раз-таки нам и помогут наши Product Owners, наши бизнес-аналитики, наши пользовательские истории, которые были сформированы ранее. Например, поиск товаров мы добавляем помимо найти товар, у нас есть также еще фильтрация и, допустим, просмотреть рейтинг товара. Хорошо, мы с вами подробно расписали каждый этап, какие могут быть функции фичи у конкретного пользователя. Идем дальше. Мы начинаем делать приоритизацию. Здесь на слайде отображен метод приоритизации, который называется Moscow. Это must have, should have, could have, and would have. То есть здесь мы разбиваем по приоритетам. Какие из фичей наиболее приоритетные, какие мы можем оставить на более поздние релизы. Соответственно, после проработки приоритетов мы идем к выстраиванию самих релизов. Здесь же вы можете обговорить с клиентом, построить, ограничить ваш MVP, допустим, первым релизом. По итогу мы получаем приоритизированный бэклог, и мы получаем, какие функции входят в конкретный MVP. Ну что, идем дальше? Хорошо, мы разобрали с вами USM. Теперь перейдем ко второму инструменту, это roadmap. Roadmap это стратегический план, который определяет цель проекта и включает основные шаги для ее достижения. Его используют, чтобы согласовать работу между отделами, между инвесторами, между командой разработкой, а также для согласования срока выполнения задач. Помочь членам команды лучше понять процесс достижения целей. Roadmap обычно создают перед запуском проекта для визуализации стратегии конкурентного развития, а также после запуска, если произошли какие-то кардинальные изменения в работе. Какие задачи у нас покрывает Roadmap? Первое, самое важное, это приоритизация и планирование. Второе, это формирование единого видения у клиентов, инвесторов и команды разработки. Третье, это согласование работ. Следующее, конечно же, какие команды и в каком формате будет настраиваться работа, и какова краткосрочная цель и как ее достичь. Ну что, теперь давайте разберем, как должен выглядеть правильный Roadmap. Он должен всегда быть на виду членов команды. И члены команды, и клиент должен понимать, где мы сейчас находимся, и какой наш дальнейший вектор развития, куда мы идем. Второе, Roadmap должен включать в себя только функции MVP, без лишнего функционала. Третье, немаловажное. Roadmap легче воспринимать, если он отображен визуально. Здесь те же самые помощники вам в помощь. Это наша любимая Figma, Miro и какие-то расширения в ваших таск-трекерах. На рисунке отображен Roadmap, который разбит на этапы и разбит на определенные таймфреймы. То есть мы видим, какой этап, когда завершается, какой этап, чем ограничивается, какой у нас скоп задач. Так давайте все-таки разберем, какие отличия у Roadmap и USM, и что же все-таки выбрать. Начнем с того, что Roadmap и USM это не панацея. Из проектов в проект подходы меняются. Где-то используется и то, и другое. Где-то достаточно использовать только один инструмент. Помним, что эти два инструмента преследуют совершенно две разные цели. И их можно комбинировать между собой. Из различий можем здесь выделить. То, что USM прорабатывается на более низком уровне. На уровне пользовательского опыта. А Roadmap обычно отображает только верхние уровни и цели проекта. Второе отличие. USM не отображает оценку, не отображает сроков реализации. В то время как Roadmap отображает временные рамки развития проекта. И третье, самое важное различие, то, что USM это что-то про определение, что нужно делать сейчас. А Roadmap закрывает бизнес-задачи продукта. Это больше про построение стратегии по достижению бизнес-задач. Давайте теперь перейдем, как же мы можем мотивировать нашу команду. Не забываем о самом важном. И, конечно же, у наших HR есть свои способы поддерживать настрой команды и сотрудников в проекте. Но мы, как Project Manager, также не забываем о мотивации и поддержке нашей команды. Что мы должны делать? Начинаем наш daily со светофора. Настроение с зеленой, желтой, красной. Это позволяет нам понять, нужно ли дополнительно поддерживать кого-то в команде. Вы можете использовать и свои методы, чтобы определить настрой в команде. Второе, мы часто используем слагботы в наших проектах. Это помогает нам взбодриться, сменить обстановку. Часто после тяжелого демо мы присылаем разные смешные картинки или делимся своим фидбэком. Это помогает выбросить пар. Следующее, что нам помогает, это частый и честный фидбэк от наших заказчиков. Порой, положительный фидбэк от клиента может очень сильно замотивировать команду на дальнейшие успехи. Ну и, конечно же, самое интересное. Мы любим использовать нашу внутреннюю бонусную систему. Она позволяет нам начислять бонусы своим коллегам и благодарить их за успешную работу. Бонусы можно тратить на наш корпоративный мерч, а также на разные приятности. И давайте вернемся снова к нашим основным задачам проект менеджера. В прошлом выпуске мы уже рассказали про них, и сейчас я хочу вскользь упомянуть о некоторых из них. Напомню, что они делятся на ежедневные, такие как дейли, стендапы с командой. Они делятся на еженедельные. Это могут быть планирование спринтов, демо спринта. Могут быть месячные. Это сверка запланированных и фактических часов работы. Также это могут быть спонтанные созвоны с клиентом, когда он захотел обсудить новый эпик. А также сюда входит анбординг и аффбординг новых сотрудников, которые тоже занимают время. Ну что, мы разобрали с вами основные трудности, два инструмента планирования и узнали, как можно мотивировать команду. Так как все-таки же стать project manager? Мы видим несколько путей развития событий. Первый это стажировка. Второй возможный путь это самостоятельное или официальное обучение азам управления проектами. Третье, возможно, у вас уже есть опыт в работе в project management. Вы просто хотите сменить сферу на IT. И четвертое, можно начать с аккаунт менеджмента. Здесь вам придется достаточно просто. Также у нас в Skillville есть свои подкасты и статьи, которые могут помочь вам в начинании. Вы можете узнать много нового из жизни наших разработчиков и менеджеров, узнать нашу кухню изнутри. В дополнение мы хотели бы поделиться с вами полезными ссылками на наши ресурсы. Мы настоятельно рекомендуем вам такие книги, как Inspired, такие книги, как Scrum, а также менеджерские сказки от Дина Насыровой. Они очень нам помогают. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там вы можете узнать много нового и ознакомиться с нашими подкастами. И рекомендуемые курсы на YouTube, это, конечно же, Стратоплан и Яндекс.Практику. Спасибо вам! С вами были Камила и Сабина из Skillville. До встречи в следующих выпусках! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok